Нейроэндокринные опухоли Данной слайд демонстрирует анатомию функцию гипофиза. Мне бы хотелось вам напомнить, что гипофиз состоит из двух частей. Гипофиз это железо внутренней секреции, которая расположена в основании головного мозга и очень тесно связана с гипоталамусом. Именно гипофизарная система участвует в регуляции очень многих обменных процессов, которые происходят в организме человека путем подавления или же наоборот усиления секреции таких гормонов, как гормон роста, тиреотропных гормонов, гормонов надпочечников, гормонов половых желез. К основным заболеваниям гипофиза относятся клинический несахарный диабет. Это заболевание задней доли гипофиза, синдром неадекватной секреции натриоретического гормона. Но я бы хотела сказать, что третье место среди новообразований центральной нервной системы занимает аденома гипофиза, опухоли гипофизы, составляет от 4 до 17% от всех опухолей головного мозга. Я бы хотела сказать, что наиболее часто все-таки доброкачественные опухоли гипофиза, тем не менее прогноз у пациентов при наличии гормонопродуцирующей опухоли, особенно АКТГ, не всегда хорош. И бывают даже случаи смерти из-за гиперкортицизма. Поэтому диагностика первичного, вернее, диагностика аденом гипофиза, вырабатывающих АКТГ или же эктопического АКТГ-синдрома, очень и очень важна. Данный слайд демонстрирует классификацию, в принципе, опухоли гипофиза, как я уже сказала, чаще это аденомы, которые могут иметь самоинфильтративный рост или же не инфильтрировать окружающие ткани. И инфильтративный рост аденом гипофиза очень часто связан с тем, что остается часть опухоли, невозможно радикальное удаление, поэтому персистирует продукция гормонов, которые вырабатывала данная аденома. Очень редко встречается злокачественное новообразование гипофиза, но мы должны помнить о том, что лимфомы могут поражать этот орган. Ну и ветерноклеточная онкоцитома и зернистоклеточная опухоль – это крайне редкие случаи. Опять же, хочу напомнить, что опухоли могут быть функционирующие, слава богу, их большинство, что позволяет нам диагностировать данное заболевание, и не функционирующие, это молчащие аденомы. На основе гормональной активности и иммуногистохимического исследования мы можем выявить фенотип опухоли гипофиза. И в зависимости от размера их подразделяют на микроаденомы менее 1 см и макроаденомы. И нет никаких сложностей в диагностике макроаденом гипофиза, они великолепно видны с помощью метода магнитно-резонансной томографии. Да вообще, я бы хотела сказать, что МРТ-метод с контрастным усилением является основной лучевой технологией визуализации аденом гипофиза. Тем не менее, диагностика микроаденом гипофиза, которые видны как изоинтенсивное образование, очень редко гиперинтенсивное на Т, один в взвешенных изображениях, также они изоинтенсивны, а при наличии кисты могут быть гиперинтенсивны на Т2 в взвешенных изображениях. И практически 90% аденом гипофиза гипоинтенсивны по отношению к железе и медленно накапливают контраст при сравнении с нормальной тканью гипофиза при динамических постконтрастных МРТ-снимках. Тем не менее, я бы хотела подчеркнуть недостатки МРТ в диагностике микроаденом гипофиза. Это низкая чувствительность всё-таки. Синдром пустого турецкого седла, чаще всего причиной синдрома пустого турецкого седла является кистаретки, тоже не позволяет нам увидеть аденомы. И, конечно же, послеоперационные изменения. Если выполнялась операция на гипофизе, очень часто можно перепутать микроаденомы с послеоперационными рубцовыми изменениями, которые наблюдаются в железе. Поэтому, конечно же, методы ядерной медицины становятся очень привлекательными для выявления аденом, потому что функционирующая ткань, в принципе, должна характеризоваться гиперфиксацией радиофармпрепарата. Но какой препарат выбрать? Большинство доступных нам радиофармпрепаратов – это или гандексоматостатиновым рецептором, это и меченые аминокислоты, и меченые препараты, которые отражают метаболизм холина, и перфузионный препарат аммоний – все великолепно накапливаются в ткани здорового гипофиза. Тем не менее, фтордезоктиглюкоза, как правило, не накапливается в гипофизе, поэтому мы выбрали ее как возможный биомаркер идентификации патологической метаболической активности ткани в гипофизе. Мы в настоящее время обследовали небольшое количество пациентов. У нас были пациенты как с эктопическим аккотегосиндромом, так и с микроаденомами гипофиза. Но в данное исследование мы не включили еще некоторых пациентов с эктопическим аккотегосиндромом, поскольку так еще пока недостаточно хорошо этих пациентов изучили. Тем не менее, хотелось бы отметить, что у 14 из 18 пациентов с болезнью Куршинга микроаденомы верифицированы на основании иммуногистохимического исследования после операции. У трех с болезнью Куршинга после хирургического лечения развилась надпочечниковая недостаточность, что также свидетельствовало в пользу того, что была удалена микроаденома. Ни у одного из пациентов при МРТ-исследовании не были получены данные, которые бы однозначно говорили о том, что у пациента есть аденома гипофиза. Ну и у пациентов с АКТГ-эктопией обнаружены АКТГ-продуцирующие опухоли при выполнении подката всего тела с последующей гистологической верификацией полученного материала. Ну вот клинический пример. Пациентка после операции с АКТГ-продуцирующей аденомой гипофиза. Вот я не знаю, вот видно, не видно. Да, видно, отлично. А при МРТ-исследовании с контрастным усилением видим участок гипоинтенсивный в центре гипофиза под гипофизарной ножкой. И ему соответствует на ПЭТ-изображениях очаг патологического накопления. Это совмещенные ПЭТ-МР-изображения. Совмещены они при помощи программы обработки и полное совпадение зон. То есть это АКТГ-продуцирующая аденома. Ещё один клинический случай. При выполнении МРТ мы не видим никаких патологических изменений в гипофизе. Это мне не получается показать. Никаких не видим изменений в гипофизе. Тем не менее, при выполнении ПЭТ-исследовании появляется очаг патологического накопления, что свидетельствовало о том, что есть патологическая ткань. После хирургического вмешательства при иммуногистохимическом анализе выявлено микроденома гипофиза. Ну и, наконец, синдром пустого турецкого седла. АКТГ-продуцирующая микроденома гипофиза, которая не визуализировалась на МРТ-изображениях. Киста кармана Радки. Очень широкая, большая по размерам киста кармана Радки. И вот маленькая аденома гипофиза, которая была, слава богу, чуть ли не на скате локализованная, была найдена нейрохирургом во время операции трансназальной резекции и была удалена. И несколько случаев пациентов с АКТГ-продуцирующими карциноидами. Пациент с биохимическим рецидиумом АКТГ-продуцирующего карциноида. Мы выполнили ПЭТ-КТ головного мозга и не обнаружили патологического накопления в гипофизарной ямке турецкого седла. Тем не менее, при выполнении исследования всего тела выявлено два очага патологического накопления. Один локализован в корне правого легкого, другой в проекции, в принципе, в увеличенном трахеобронхиальном лимфатическом узле. Была выполнена торакотомия, удалены патологические лимфатические узлы и доказана их нейроэндокринная природа. И еще пациентка с образованием двух надпочечников. В крови высокий уровень хромогранина, в крови высокий уровень АКТГ. И в моче выявлены метапинефрины, что свидетельствовало о том, что, вероятнее всего, это феохромоцитома. При выполнении ПЭТ-КТ с тортозоксиглюкозой мы также не видим патологического накопления радиофармпрепарата в гиповизарной ямке. Тем не менее, при выполнении исследования всего тела с мета-йодбензилгуанидином, а потом и с тортозоксиглюкозой, мы обнаружили патологическое накопление мета-йодбензилгуанидина в левом надпочечнике, и в левом же надпочечнике высокая гиперфиксация в тортозоксиглюкозе, что свидетельствовало о том, что именно в левом надпочечнике локализована гормонопродуцирующая опухоль, тогда как в правом надпочечнике была просто нефункционирующая аденома. В результате, по данным иммуногистохимического исследования, у пациентки установлена феохромоцитома, которая продуцировала АКТГ. И, наконец, на основании нашего научного исследования был разработан новый способ топической диагностики МР-негативных аденом гипофиза с помощью ПЭТ-КТ с тортозоксиглюкозой. Этот способ заключался в том, что мы измеряли уровень накопления радиофармпрепарата в гипофизарной ямке и соотносили его к уровню накопления в воздушной полости, а именно в фронтальной пазухе или в гайморовой пазухе. Почему мы избрали именно пазуху? Потому что любая ткань, она всё равно характеризуется метаболизмом глюкозы. В воздухе глюкоза быть не может, это вот очень хороший фон, поэтому мы предпочли использовать именно пазуху. И выявили, что при коэффициенте дифференциального накопления больше 4,5, мы можем уверенно говорить о том, что АКТГ-синдром связан с наличием болезни Куршинга, а именно аденомы гипофиза. Тогда как, если этот показатель был ниже, мы искали уже опухоль, нейроэндокринную опухоль на периферии. То есть это АКТГ-синдром не центрального генеза. Получен патент на изобретение. Таким образом, ПЭТ-КТ – это высокочувствительный метод диагностики микроденом гипофиза и может успешно применяться для выявления образований, которые мы не визуализируем на МРТ. Но в основном это, конечно же, касается пациентов, у которых гормон, продуцирующий опухоли. И ПЭТ-КТ с тортозокси-глюкозой также эффективна для локализации АКТГ, продуцирующей опухоли при эктопическом АКТГ-синдроме. Забегая немножко вперед, я бы хотела сказать, что нами сейчас проводится работа. Вот именно мы отбираем АКТГ пациентов с эктопическим АКТГ-синдромом и смотрим, какой радиофармпрепарат наиболее хорош для первичной диагностики. Почему-то получается, что в тортозокси-глюкоза. Вот последний случай был уникальным. Разные фенотипы опухолей и метастазов. Первичная опухоль не накапливала дотапептиды, но прекрасно накопила в тортозокси-глюкозу. Тогда как метастазы накапливали и дотапептиды, и в тортозокси-глюкозу. Вот сейчас готовим этот клинический случай к публикации. Я хочу сказать спасибо огромное моей коллеге Ульяне Александровне, потому что она меня вдохновила на эту работу. И, в общем-то, она у нас с ней получилась. И благодарю вас всех за внимание.